Салат из капусты, суп, картофельное пюре с котлетой на выбор и компот из сухофруктов. Сытно, полезно и по-домашнему вкусно. Впрочем, так утверждают повара и директор Новогородковской школы. Многодетный отец Андрей Иванов решает проверить лично. Вы мне даете картошку и... Рыбную картошку попробуйте на шутку. Это сегодняшний день. Хотите что-то? Нет, так мне много будет. Ну, хотите так, хотите так, что вам понравится, попробуйте. Проверить наличие, например, комочков каши или температуры супа в Одинцовском округе может любой родитель. О своем желании достаточно заявить на школьном портале. Дегустационную порцию выдадут в назначенный день. В ней все должно быть строго по заранее утвержденному меню. Но опыт родительского контроля показывает – слишком вкусно, а потому кажется, что мало. Мне вот капуста понравилась. Так всегда кормят или только сегодня? Нет, всегда. Это у нас обычное. Нет, дети довольны. Во всех ли школах округа кормят одинаково вкусно и полезно, если официально контроль школьного питания – один из вопросов повестки еженедельного совещания. Затем, чтобы ученики, а значит и их родители, были довольны качеством завтраков и обедов, пристально следят сразу несколько ответственных – от школы и от управления образованием. Проверяются и собственные пищеблоки, и залы, где принимается пища, наличие антисептических средств, насколько проверяется, дезинфицируется помещение, насколько рацион соответствует типовому меню. Исправность оборудования, наличие инвентаря, а даже внешний вид сотрудников проверят все. В вопросе качества школьного питания мелочей быть не может. Помощь родительского сообщества здесь просто необходима. Наши родители могут записаться на проверку на школьном портале Московской области. При этом они могут оценить не только качество продуктов, но и состояние пищеблоков по ряду параметров. В том числе разнообразие по меню, чистота посуды, а также соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи. Горячим питанием в Одинцовском округе обеспечены порядка 22 тысяч учеников начальной школы. С учетом льготных категорий обучающихся – более 72% школьников.